Мы рассказываем миру об Украине. В студии работает Дарья Вершилинка. Здравствуйте! Дарья Вершилинка. Мы показываем всей Украине, во-первых, что мы морское государство, во-вторых, что моряки всех поколений. Это единый экипаж, который объединяется ради победы Украины как морской державы. Торжества, посвященные юбилею украинского флота, прошли также в Одессе. Государственный флаг и стяг военно-морских сил подняли на фрегате Гетманса Гайдачны. Также в Одессу из Чикаго привезли военно-морской флаг Украинской Народной Республики. Подробности в сюжете наших одесских корреспондентов. 60 лет этот флаг хранился в музее. Сначала в Лос-Анджелесе, потом в Чикаго. Сегодня он вернулся на историческую родину, в Украину. Создал его военный моряк Святослав Шрамченко. Он же сохранил его в эмиграции, где продолжал служить Украине. В своем доме он создал музей морского флота. И те артефакты, которые попадают в наш музей, еще раз свидетельствуют о том, что человек, который покидает родную землю, не безразличен к своей истории. 100 лет назад, после того, как армия УНР освободила Крым от большевиков, командующий Черноморским флотом Михаил Сабли отдал приказ торжественно поднять украинские флаги на кораблях. В Институте национальной памяти утверждают, это стало возможным благодаря длительной борьбе украинцев за свою независимость. Поскольку эта борьба началась еще с начала революции, уже в 17-м году на многих кораблях Черноморского флота были созданы украинские общины, которые начали поднимать вопрос об украинизации. В 100-летний юбилей над Одессой пролетели вертолеты с государственным и военно-морским флагами. На главной базе флота в практической гавани прошло праздничное собрание. Командование заявляет, украинский военно-морской флот развивается, и военнослужащие готовы бороться за украинский суверенитет. Я уверен, что экипажи кораблей, коллективы, командований справятся с этим заданием, и мы будем всегда стоять на защите наших морских рубежей. Во время церемонии двум десяткам военных вручили почетные знаки отличия. Еще двое получили наградное оружие от Министерства внутренних дел. Наталья Усатенко, Алексей Барановский, Одесса, Юэй Ти Ви. 13 обстрелов со стороны боевиков с начала суток зафиксировали в штабе антитеррористической операции. На Луганском направлении у Причепиловки наемники применили запрещенную артиллерию 122-го калибра. На Донецком направлении дважды открывали огонь по водяному и Авдеевке из гранатометов и стрелкового оружия. Возле Красногоровки и шахты Бутовка использовали пулеметы. Стреляли также в районе Маринки и Широкино. Тайник с боеприпасами обнаружили сотрудники госпогранслужбы в поселке Новотроицкое в Донецкой области. В землю были зарыты почти 3000 патронов различных калибров. Тайник находился недалеко от жилых домовой автотрассы Мариуполь-Донецк. В ведомстве предполагают, боевики могли использовать боеприпасы для диверсии. Патроны передали саперам на уничтожение. В Бердянском зоопарке Запорожской области бенгальская тигрица Азира родила троих тигрят. Двоих полосатых мальчиков и одну белую девочку. Сейчас им чуть больше двух недель. Малыши уже открыли глаза. По словам ученых, девочку можно считать альбиносом, потому что у нее нет черных полос. Такие тигры в дикой природе рождаются один на 10 тысяч особей. На планете обитает около 130 белых тигров. Более ста живут в Индии. В дикой природе их не осталось. Теперь в Бердянском зоопарке пять бенгальских тигров. Пока малыши в закрытом помещении, Азира неохотно показывает их посторонним. Вот это как бы уникальный случай, когда родился белый тигр. Именно чистый альбинос, то есть белый. Без полос. Вот такая у нас красавица. Выживаемость очень слабая. Но, правда, наши выжили все, слава богу. Я надеюсь, что эти тоже все выживут. Вот. Самое главное сейчас мама. Мама за ними заходит. Мама у нас очень хорошая. Вот. За ними очень хорошо смотрит. Регулярно их кормит. Молоко у нее тоже хорошее. Мама меняется. Папа их как бы... Не знаю. Мама меняет свое дневное. Она заботится, заботливая с ними. Потом, когда подрастают, агрессивнее нам на 10 раз, наверное. Международный день танца в Киеве отметили фестивалем «Радужная терпсихора». На него съехались десятки ансамблей из разных стран – Беларуси, Польши, Турции, Франции. Участники праздника прошлись маршем по центральной улице столицы, Крещатику. Возглавили шествие украинские барабанщицы. Во всем мире людям нужно общение. Это обмен творчеством, талантом, ну и оценка самого себя со стороны. Искусство развивает общечеловеческую культуру. Все, кто проходит через искусство, никогда не станут плохими людьми. Культура народного танца более развитая, гораздо сильнее, чем во Франции. В Украине культура народного танца очень сильна – от самых маленьких до взрослых. Чувствуется, что это вас объединяет. 25 тысяч жителей Швейцарии почти одновременно купили картину Пабло Пикассо. Никто из них не сможет повесить полотно у себя дома, но они – полноправные владельцы. Сейчас работа Бюст Мушкетера выставлена в галерее в Женеве, а продавцы и новые хозяева произведения рассказывают об одной из самых оригинальных сделок 21 века. Картину Пабло Пикассо швейцарский онлайн-магазин купил за 2 миллиона долларов США у владельца, который пожелал остаться неизвестным. Стоимость разделили на 40 тысяч условных частей, по 50 швейцарских франков каждая и выставили на продажу. В течение 48 часов их выкупили 25 тысяч покупателей. Сейчас картина выставляется в Женеве с именами всех владельцев. Владельцы, конечно, быстро поняли, что из 25 тысяч или 40 тысяч покупателей кто-то один не будет владеть лотом. Идея в том, что картина – собственность общины, а уже после она сможет делиться ее с другими общинами. Мы наблюдаем здесь, по моему мнению, выражение ключевой цели искусства. Оно не принадлежит кому-то одному, оно принадлежит всем. Основатели торгового сайта, в свою очередь, признаются. Таким образом, решили также прорекламировать свою площадку, сделать вирусное событие. При этом преследовали еще одну цель – чтобы высокое искусство было доступно для всех. В начале мы хотели хоть немного демократизировать мир искусства. Мы подумали, почему бы нашим пользователям не купить произведение. Потом задумали, что мы можем им предложить. И начали искать самый возможный из невозможных вариантов. Таким вариантом стало это полотно «Бюст Мушкетера» авторства Пабло Пикассо. Новоиспеченные владельцы картины говорят – покупкой довольны. У меня очень много эмоций. Я не уверена, есть ли у меня чувство того, что я владею картиной. Здесь речь не столько о владении, сколько о возможности участия в таком деле. Не уверена, что я бы согласилась повесить ее дома. Ощущения на самом деле странные. Пикассо не каждый день покупают. И еще более странно видеть картину в реальности перед собой, так как впервые у меня появилась возможность увидеть настоящего Пикассо. И да, этот факт также добавляет гордости. Подобная сделка не первая в истории Швейцарии. 50 лет назад жители города Базель на референдуме согласились платить больше налогов, чтобы приобрести для города полотно Пабло Пикассо. Узнав об этом, маэстро так растрогался, что подарил городу две своих картины. Вадим Крамар, UATV Сайт нашего канала uatv.ua Там еще больше информации о происходящем вокруг. Спасибо, что вам интересно, Украина. Следующий выпуск новостей уже через два часа. Непременно увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok